Жан Каллас, торговец из Тулузы. Франция знаменит тем, что стал жертвой предвзятого суда из-за того, что был протестантом. Во Франции он является символом христианской религиозной нетерпимости. Наряду с Жан-Франком де Ла Барре и Пьер Полем Сирвином, Каллас и его жена были протестантами. В то время как Франция была католической страной, католицизм являлся государственной религией. Один из сыновей Калласа Луи принял католическую веру в 1756, а 13 октября 1761 года. Другой сын Жана Калласа, Марк Антуан, был найден мертвым в подвале дома семьи Калласов. Сразу за этим появились слухи, что Жан Каллас убил своего сына за то, что-то также собирался принять католицизм. Вся семья, будучи допрошена, вначале заявляла, что Марк Антуан был жертвой убийцы. Затем они изменили показания и заявили, что они нашли его повесившимся и так как самоубийство в то время рассматривалось как тяжкое преступление, после которого мертвое тело самоубийц протаскивались по улицам на веревке, после чего вешалось на публике. Члены семьи решили представить самоубийство сына как убийство. 9 марта 1762 года парламент Тулуза приговорил Жана Калласа ко смерти через колесование. 10 марта приговор был исполнен и он умер, пытаемый на колесе до конца твердо заявляя о своей невиновности. Вольтер, которому сообщили об этом деле, после того, как первоначальные подозрения, что Каллас был виновен в антикатолическом фанатизме исчезли, начал кампанию по отмене приговора Калласу. 9 марта 1765 года Жан Каллас был признан невиновным.